ну вот уже действительно мы уже так сказать стали совсем техническими и я действительно хочу продолжать то есть я хочу сейчас вот начнут действительно доделать вот анализ анализ этой самой задачи римана то есть продемонстрировать вот действительно хотя бы половину тех трюков которые обычно используются ну вот сожалению конечно я так сказать наобещал свои свои аннотации довольно много так сказать как обычно вот значит я конечно не успею сожалению рассказать видимо про вот приложение но вот по поводу вот про другие про другие ситуации где метод задачи римана работает особенно вот сам самая такая последняя этого случайных матрицы но и если это где-то по фрагментам написано просто сообщить ну нет но 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 во-первых но во-первых со мной можно так сказать связаться во вторых создаваться даже даже пожалуй я больше расстроишь он расстроен что я не не успею толком рассказать про всякие вот вот набор интересных задач открытых которые вот я по-прежнему надеюсь что среди вот может быть вот молодых людей вот найдется кто-нибудь кто заинтересуется но вот это я пожалуй могу действительно просто как-то так вот какой-то вот файл приготовить по этому поводу и действительно может быть с какими-то там вот литературными ссылками на на самом деле у меня есть сильнее некое ревью по поводу вот нового да то есть вот вот это видимо придется сделать таким образом потому что я все-таки хочу действительно закончить то есть я напомню что мы свели вот вот последний на чем мы кончили мы свели все дело дело вот изучение нашего это асимптотики нашего этого синусного детерминанта вот вот к такой задачи римана на с хотя как бы напомню что вот ставится она вот знаком контуре мы как вот на жаргоне раскрыли линзы вот это значит контур значит матрицы сопряжения которые вот я буду я буду просто на картинке рисовать то есть здесь это единица минус гамма степени сигмы 3 такая диагональная матрица здесь вот всюду на этой части контура это у нас было единицы гамма единицы минус гамма и в степени 2 и лямбда с 1 а на этой части контура скачок описывается вот такой начался со знаками как тут у меня да здесь минус а что тут такое я в степени минус 2 и линда здесь такая верхняя треугольная нижняя треугольная вот это вот так сказать была наша основная идея расщепить от исходную матрицу осцилляции так сказать их загнать вверх вниз и вот получилась такая с но и для нее конечно на бесконечности по прежнему единица ну а в в этой самой вновь в точках плюс минус 1 у нее не более чем логарифмическая особенность которая конечно может даже специализировать который можно специализировать но вот я сейчас не буду это делать вот так у нас есть такая там это логарифмическая функция которая вот но теперь ее надо еще так так как у нас с отличается от y умножением на вот как раз на эти матрицы же то есть теперь это будет конечно немножко более громоздко выглядеть так сказать не просто универсальная функция для всей окрестностей но вот будет так сказать вот значит нужно есть просто подкручивать на эти матрицы но не важно важно что вот это уже достаточно и вот глядя вот вот моему мужа сделали это так сказать наблюдение такой что глядя на 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 эту вот уже на эту картинку и конечно отмечая что вот эти самые экспоненты теперь уже стремятся очень быстро к нулю ну вот так сказать это с плюсом здесь с минусом здесь но если мы конечно вдалеке если ламда не есть плюс минус 1 и отсюда вытекает вытекает конечно идея что вся наша как-то так и весь анализ должен просто свестись вот вот как-то вот на как-то наше асимпетическое асимпетическое решение вот задачи римана для из должны как-то сложиться из вот таких трех параметрикс of то есть вот надо будет вот решить просто вот такую вот задачу а факторизации вот такой диагональной матрицы на отрезке и надо будет рассмотреть вот такие вот две локальные задачки в окрестности то минус единицы вот вот я вот так условно написал такую начальность минус единицы ну и вот ровно с теми самыми матрицами которые вот здесь остаются конечно и вот значит в окрестности единицы и в окрестности куда-то что я это смотрит сюда надеюсь не сюда в окрестности единиц но вот сегодня я хочу так сказать обсудить вот особенно вот значит это очень просто значит вот и вот первое это вот я опять же на жаргоне называется глобальный параметрикс вчера мы просто раз уже обсуждали откуда название пришло вот и значит вот надо вот это вот как бы я его обзову по бесконечность линда и она просто вот решать должно решать действительно вот такую задачу пардон ну то есть вот единицы минус гамма единицы минус гамма то есть оно должно вот решать вот такую задачу вот на эту самую ну быть аналитичны всюду вне этого отрезка и на бесконечности я буду ее нормировать пускай она наследует наследует вот значит нормировка на бесконечность что происходит плюс минус единицами совершенно неважно я буду использовать эту матрицу то и вот это это решение вне плюс минус единиц ну вот ну конечно искать надо ее в диагональном виде тоже к это дельта единица на дельта и конечно дельта должно удовлетворять вот такому скачку на отрезке просто вот иначе если я беру логарифом я смело могу взять логарифом и затем применить формула примере сахоцкого и для логарифма дельта я получу конечно выражение через интеграл каши от минус единицы до плюс единицы логарифом единицы минус гамма нему минус ламды делью это вот штука решает ровно вот этот вот эту задачу о скачке но интеграл как и берется безусловно логарифом будет ламда минус 1 ламда плюс 1 и в итоге моя моя сама дельта это есть ламда минус 1 ламда плюс 1 в степени ню вот я сейчас в виду ню это вот это самое и опять же что существенно что гамма не единица более того гамма меньше единицы больше нуля поэтому эта штука это вот ню чисто мнимая чисто мне то есть формула для но сейчас даже что такое сотру формула для этой самой глобального параметрикс можно написать вот в таком виде в таком виде что вот значит вот я его сюда напишу ламда равняется ламда минус 1 ламда плюс 1 ню сигма 3 то есть это конечно же диагональная матрица вот с этой самой стоящие то вверх и вниз обернутый то есть на самом деле теперь данковый вот когда это написано можно даже было догадаться можно и легко проверить так сказать что действительно вот это вот вот это вот эта функция дотаряет вот такому скачку вот такому скачку ну хорошо это значит с глобальным параметриксом разобрались простая часть а теперь вот локальные вот эти то и значит вот второе что мы сейчас рассмотрим это вот параметрикс в единиц параметрикс в единиц я его значит определю как то есть вот что я хочу от этой вот 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 этот лишь от этой функции на что-то вот в неком не в неком конечной конечно но не фиксированной окрестности радиус а д о ее и дельта радиусы р нот вот конечный радиусу там меньше меньше 1 2 чтобы так они не пересекались не перекрывались вот я хочу вот я у меня есть вот это самое мои картинки моя картинка и значит моя п должна просто в точности вот иметь те же самые скачет тот же самый скачок единицы 0 гамма единицы минус гамма 2 или мдс ну вот верхней части контура единицы минус гамма единицы минус гамма е степень минус 2 или мдс внешней части контура ну а здесь вот значит единицы минус гамма степени сигмы 3 что кстати с моей вот это собрать я уже не увел это можно записать таким образом ты можешь записать таким образом хорошо это значит вот я я хочу иметь внутри этого круга этого диска а что я хочу иметь на границе а вот на границе мне важно иметь вот такое условие шивки на границе уже ставлю условия не по лямда по с я хочу чтобы на границе когда лямда принадлежит границе вот этого у 1 назовем вот это у 1 окрестность единицы мы тогда может быть r1 написать то есть когда назовем вот вот когда назовет к значит на к к долям да на границе я хочу чтобы у меня была равномерная оценка единицы на с и вот а тут бы стояла бы при бесконечности вот когда с стремится бесконечности я хочу чтобы так было ну вообще-то априори я вот написал единицы на из то что я уже зафиг и я знаю что у меня так получится но априори просто мне конечно важно написать но тут вот вот что-то убывающего маленькая единица то есть важно чтобы вот а уж какое получится это уже будет зависеть так сказать от от природы задачи от моего как бы искусство потому что конечно этими условиями однозначно не задается конечно но мне хотя бы какая-то нужно вот если я какую-то найду вот тогда вот на дате смотреть вот вот предположим вот это значит мы потратим сегодня основное время на построение вот этого параметрикса такого но предположим что мы его построили вот и предположим что мы построили аналогичный параметрикс в окрестности минус единиц ну то есть тоже даже писать не буду для 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 сохранения для экономии времени то есть у меня опять же там окрестность опять же я должен воспроизвести вот эти же скачки вот здесь и я должен сшиться на границе между прочими благодаря симметрии задачи я просто могу написать вот так это не трудно проверить вот так тоже такое хорошее такое легкое но такое значит вот разминочное хорошее упражнение вы значит что если у меня п удовлетворяет вот этому то вот 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 эта функция уже будет так сказать вести себя как надо да на минус единицы поэтому достаточно найти вот параметрикс в единицу это специфика задачи то есть в общем случае конечно не обязательно в общем случае приходится возиться всюду мы предположим что вот мы это сделать то что это нашли я вот сейчас вот значит вот откладываю на секундочку само начало построения то есть в этом есть самая самая конечно сложная часть вот что мы это вот сделали давайте смотреть как мы тогда вот будем теперь вот при превращать параметриксы в так сказать настоящее асимпатическое решение то есть дальше вот будет предлагаться значит вот определить уже уже как бы вот будущий ну или так скажем так сказать такой полный параметрикс так сказать вот значит общую такую или так вот будущее асимпатическую функцию таким образом что это естественно вот там при от единицы вот значит здесь ну конечно это кусочная аналитическая функция то есть это от единицы здесь при от минус единицы вот значит она в естественно в минус единицы и по бесконечность вне всюду здесь всюду здесь вот вот ведем такую я вот терять и ожидают что равномерно я буду в состоянии доказать что равномерно мое мое точное решение близко к этому для этого я рассмотрю для этого рассмотрю вот такое отношение с от ландо на с асимпатическое минус 1 от ландо обзовем его р от ландо значит опять же можно будет проверить что что ну вот это на самом деле опять же в построении это будет так но вот значит у меня это это у меня и в построении будет так но мы даже сейчас не помню как мне в среднем будет но во всяком случае для достаточно больших с конечно же детерминат p1 и pp-1 близко к единице то есть они так сказать не не а она может даже вот я уже даже а можно даже так сказать специально и постараться и и выбрать вот pp плюс минус так что они их детерминат равен единице вот то есть вот это отношение значит этот вот где живет эта функция это конечно опять же кусочек аналитическая функция которая же которая аналитично вне вот контур для нее вот здесь я вот так вот это как я ориентирую сейчас и поскольку ориентирует да я их так ориентирует вот это вот контур для то есть вот заметьте что внутри значит внутри у меня вот с я за симпатический внутри каждую из этих кружков они имеют ровно те же скачки что настоящие с поэтому они ликвидированы то есть вот вот особенность как бы так сказать ликвидирована и наконец вот здесь вот на этой перемычки то же самое скачки у с и у по бесконечности одни и те же поэтому и перемычки нету который туда очень хорошо да 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 конечно здесь я безусловно хочу все ты здесь уже мне важно логарифм конечно логарифмическая но опять же можно это стать и из-за этих скачков которые скачки мне так сказать заданы я конечно это могу специализировать да да правильно праве здесь конечно это важно да спасибо здесь уже мне нужно за этим следить именно поэтому ничего не будет конечно внутри то есть у меня скачков нет и опять же так сказать априорная особенность изолированная особенность в единице минус единицы не более чем логарифмической поэтому она вот такая картинка вот такая картинка и заметьте что вот и вот и вот теперь вот так сказать вот надо написать задачу риммана для р за чудим для р вот и вся идея в том что благодаря нашим конструкциям вот матрица для р должна быть будет равномерно близка к единичной сказать но если давайте посчитаем вот эту матрицу вот-вот-вот-вот это гамма-1 гамма-2 танцы минус 111 вот это куски куски этого контура вот на гаммах что на гаммах происходит но там гамма-1 гамма-2 то же самое конечно значит у меня вот вот надо посмотреть что такое будет r плюс значит это у меня r плюс равняется r минус на же r и r это r минус минус 1 r плюс то есть это вот кстати матрица скачка для для r и вот 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 ногами когда я нахожусь что происходит смотрите гамма не является скачком для с для с ас для для с ас а симпатического она не является скачком ну потому что вот так сказать вот вот никаких тут гаммах не но она есть скачок для с конечно поэтому что я здесь семей я имею тут и здесь это будет по бесконечность от лямбда в туда далее будет у меня с минус минус 1 с плюс и по бесконечность минус 1 вот вот как выглядит вот как выглядит выглядит на гамма-1 но эти теперь при бесконечность от лямбда с минус 1 с это есть в точности вот эта моя матрица надо в точности вот эта матрица вот ну и конечно она экспоненциально близко к единице равномерно на гамма-1 то есть это есть прекрасная функция по бесконечность у меня так сказать на гамма-1 прекрасная функция таблида там и с а нету то есть она просто вот такая значит вообще аналитическая ограниченная а а вот эта матрица конечно вот так сказать я уже отделен от единицы минус единицы она на что экспоненциально близко к единице то есть здесь я имею единицу я напишу вот что-то в таком духе я в степени минус c0 с ну то есть как бы c0 положительная то есть как бы значит подчеркнуть что у меня имеется экспоненциальная близость к единичной матрицы вот ну а что происходит теперь вот на на вот ну и то же самое на гамма-2 матерь посмотрим что происходит на что происходит на вот окружность всех что происходит на окружностях ну вот я хочу эту еще тут давайте я сотру это то есть вот мы уже как бы договорились что найти гамма-1 гамма-2 этой экспоненциальная близко к единице а теперь я смотрю на на c1 например ну все то же самое но только теперь на c1 теперь все наоборот c1 не является скачком это не является скачком для настоящего с у него ничего тут нет ничего тут нету поэтому это самое настоящее с она просто внутри сократится видите я вот беру r минус кто у меня вот вот она вот превратится в с то есть это будет просто с минус асимпатическое помножить на с плюс асимпатическое минус 1 вот здесь фигурирует только вот эти но теперь смотрите что такое минус минус это сверху да поэтому это п бесконечность от ламда минус это минус это справа то есть это где я должен брать для симпатического для моего такого для моего полного параметрик собрать по бесконечность а что такое плюс это отсюда это так сказать пи 1 минус 1 от ламда ну и вот теперь конечно вот эта важность этого решения этого этого условия как бы условия условия сшивания получается единица плюс о в резинце на с веса плюс от единицы на с вот но вот и все на этом на самом деле более не менее кончается того что дальше я начинаю ссылаться на единственная ссылка на 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 как бы математику 20 века на функциональный анализ здесь я значит тут у меня я теперь вижу что моя r вот что моя r удовлетворяет что вот матрич но на бесконечности она как бы что r значит у меня имеется r плюс равняется r минус и на же r и значит r от бесконечности равняется единице а для же r я могу произнести такую оценку что в двух нормах это важно в l2 на этом моем контуре и в бесконечности то есть такая по точечно но здесь как бы контур ограничены то есть у меня имеется вот такая оценка то есть ну так вот так сказать равномерно на контуре матрица же близко к единичной ну вот а теперь после этого я ссылаюсь на некую теорему после этого я ссылаюсь на некую теорему которая говорит о том что если у вас есть эта оценка то тогда у вас решение паса это r от лямбда будет равняться единица плюс а вот мы ждать единицу до с и даже можно сказать что это будет вот так вот с большой параметр но вот у меня вот с большой это так сказать матрица функция бат с маленький этот был большой параметр да и вельдва ильбе и вельбе сыну но здесь опять же 5 иначе эти все матрицы они они абсолютно так сказать под контролем у них так сказать они тут все там циклические такие всякие соотношения равны единицы вокруг них то есть это это здесь здесь никаких таких проблем не возникает с определения всех вот тут норм вот но и главное что они просушу что здесь принципе из того что вы l бесконечно здесь здесь и я и я имею конечно ограничено здесь же будет когда излома на контуре ничего страшного потому что эти люди потому что имеется вот легко проверяется что вот эта матрица но вот это абсолютно правильно но вот это вот этого но иная вынуждена это проскочить я только скажу что гарантирует такси но между прочим для для l2 постановки для l2 начнете за чудим нас оставить в л2 так вообще-то тоже все не страшно а она а я все-таки так сказать в такой вот более классической постановки и и я буду так сказать гарантирует что то есть у меня вот вот скажем матрица сопряжения но вот ее как бы вот ее предел отсюда отсюда и отсюда произведение равно единиц то есть как бы вот это гарантирует что здесь нет это гарантирует что я просто смогу вот переписать значит вот 10 давайте чуть-чуть скажу как вот такого сорта да но это вот всюду вне контура всюду вне контура то есть я буду всюду вне контура иметь такую вот оценку равномерно то есть вот будет меньше или равно общая константа поделить на с на единицу плюс лапно значит дело в том что вот у любой задачи риммана вот забудем тут вот просто вот туда за черема да я могу писать как бы вот так вот 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 это тоже кусок общей теории который вот значит давайте на его очень коротко раскачу то есть вот вот гамма так сказать гамма это контур для вот нашем случае это вот это вот нашем случае это вот это и он вот значит это raw от мил на же от мил минус единица нами у минус лямбда дмю лямбда не есть гамма то есть я утверждаю что решение задачи риммда допускает такое представление где raw удовлетворяет интегральному уравнению где raw удовлетворяет интегральному уравнению а вот здесь я пишу некий интегральный оператор но я вы просто напишу вот так таким человеческим образом ромео же мил минус 1 мил минус лямбда минус ну то есть короче говоря raw это есть минус значения функции y ну вот это 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 интегральное уровень и рассмотрим l2 это интегральное уровень и рассаду ну точнее ну вот raw я представляю как единица плюс raw 0 но здесь же опять контур конечный поэтому единицы тоже принадлежит l2 но об этом вот так для общего случая я еще как бы raw 0 в l2 то есть я решаю это в l2 поэтому здесь я могу при правильном понимании всех этих объектов ну даже даже не заботиться об этих самых вот даже не заботиться об оба действительно об этих об об этих вот углах пересечениях но на самом деле если вот одесна озабочусь и вспомнились мы покажу так сказать учту что у меня вот такая вот монодромия в каждой точке там единичная я могу переписать это уравнение неким вот таким образом что просто она будет так сказать не просто выделить на самом деле водит оператор который здесь фигурирует он ограниченный оператор в l2 а это будет фрид гольмова уравнение она будет фрид гольмова и это так сказать вот это вот это вот важный кусок вот современной такой теории этого всего дела но для меня сейчас значит смотрите у меня как бы в этой в это у меня сначала все есть я в общем-то не беспокоюсь разрешимости моей задачи меня все есть у меня все здесь эти эти объекты можно просто для них рассматривать как некое вот просто для них можно рассматривать их как 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 вот как их рассматривать как представление для уже известных объектов вот у меня р уже существует потому что моя с существует с самого начала с асимптотические они явно заданы r существует и она вот действительно вы просто честно проверьте так свет это проверяется с помощью опять же сахсовского племеля благодаря тому что нету монодромии от этой же в каждой точке у меня никаких особенностей от этих точек не произойдет то есть у меня как бы вот все 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 это интегрирование как бы по часам все логарифмические особенности они все исчезнут они все сократятся благодаря этому вот то есть благодаря тому что таро поэтому значит вот вот ну а теперь понятно что все что мне нужно мне нужно показать что единица минус ru вот это мое про нулевое в l2 норме мало вот если я так сказать докажу что это самое и мне это будет уже достаточно что произнести эту оценку посмотрите есть у меня в l2 норме вот эта самая единица минус ru мало то тогда вот здесь я просто вместо ро подставляю единицу плюс там ронолика и которая мало в l2 норме я вот в точности получают уже оценку по точечную поля если лямбда отделена от от контур это уже так сказать вот такая ну как бы не нравится шварц у меня как бы свободный член будет так сказать вот же минус лямбда которая которая так сказать значит вот это нового но вот который у меня во всех нормах мало потому что это первый член будет мал вот он и будет собственно вот таким а поправка будет уже как единицы на s квадрат который произойдет от от шварца ну вот 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 с этим надо отдалиться так сказать это произойдет а как доказывать что единицы минус ru l2 а вот просто я перепишу это интегральное уровень опять прибавлю ро плюс 1 я буду использовать то есть единственный нетривиальный факт из функционального анализа который я вот буду использовать это l2 ограниченность оператора сингулярного оператора каши тоже что если есть это прямая линия это конечно легко если это круг это легко а вот если так сказать я съесть при пересечении тоже нетривиальный факт ну вот но если я так сказать вот разрешаю себе это использовать тогда конечно все становится вполне понятно то есть когда я перепишу вот это вот это уравнение как уравнение на ru ноликовые у него будет в качестве свободного члена действия этого самого сингулярного оператора вот на эту разность и тут-то мне будет нужна малость в l2 ну то есть как бы оператор применяется к функции которые мало в l2 то есть это как бы свободный член он мало в l2 а останется у меня значит вот применение к error 0 оператора который который есть скорее еди из композиции сингулярного оператора косше и оператор умножения на вот эту матрицу ну и тиль нужно ее бесконечность норма то есть если или бесконечность норма мало то значит так сказать это все все молодой суд но вот так это примерно обзава обсуждается то есть ничего особенно здесь слишком сложного нет но это важное место конечно что здесь вот здесь вот это вот важное место ну вот ну вот давайте теперь вернемся и вот так вот дуду до перерыва я теперь хочу еще сформулировать все вот это вот как бы до последнее замечание так как у меня вообще-то эта картинка не фиксируется то есть я могу так сказать раздувать и так совсем менять на самом деле у меня но вот отсюда будет следовать что моя с от лямбда равняется вот это на это симпатическая вот нет уже будет просто работать всюду всюду включая контур тоже опять же я могу так сказать развод вот раздувать вот вот варьировать этот контур и тогда получится есть лучше такая совершенно равномерная оценка вот с помощью которой из которой я уже смогу действительно извлекать все все факты относительно моего детриминанта ну хорошо теперь возвращаемся вот к этой самой p p1 и давайте двое и давайте ее вот вернем стирк p1 но я думаю что теперь я уже мне уже не нужно так как все там написано вот я теперь можете перепишу это сюда да не знаю ну вот я теперь хочу ее просто всю эту самую картинку так вот смоделировать то есть хочу ввести естественная вещь так сказать ввести локальную переменную дзит я ее назову который из 2s ламбда минус 1 который из 2s ламбда минус 1 вот и значит вот эти ряд ображу с помощью этой дзиты май мой мой круг на плоскость дзита мой круг на плоскость дзита и там этот круг станет очень большим но и так как я все хочу смоделировать а просто его угоню на бесконечность отсюда в общем естественно предположить что я буду в состоянии начать написать формулу для p1 если я решу следующую модельную задачу вот я назову ее y от дзита если решу такую вот модельную задачу в на плоскости дзита значит на плоскости дзита это у меня дзита это 2s ламбда минус 1 ну то есть это вот контур просто вот уже вся такая вот мнимая ось левая значит левая это самое левая вещественная полу ось здесь у меня скачок я его обзову пи 0 1 и дзита здесь скачок я его назову q минус и дзита здесь скачок этот тупи ню сигма 3 значит мое п но оно оттуда пришло это гамма единицы минус гаммы и еще видите я так выделил еще значит 2 и с ну потому что я прибавил отнял единицу чтобы здесь эту самую дзиту значит вот это 0 в этой части это конечно вещь очень простая вот так сказать в других применениях метода здесь имеется еще вот как бы введение локальной локальной замены переменные локального комфортного отображения то это может быть некая проблема то есть это нужно так сказать вот обсуждать и вот значит вот а здесь конечно очень просто не очень простая дисперсия степень 2 ну вот это значит скачки это вот контуры скачки описаны для y теперь значит вот действительно опять таки значит вот она равняется типу логарифма дзита 0 имеется поведение на бесконечности и вот здесь единственный нюансы здесь единственный нюансы я утверждаю что мне нужно вот такое поведение на бесконечности заказать то есть не такой необычная там на единицу а вот еще вот на такую вот функцию но ее я кстати считаю вот эту многозначную функцию заданную разрез по по этому разрезу от нуля да минус бесконечности но это конечно из-за желание иметь вот это вот это конечно за желание мить вот это прошло если вы посмотрите на п бесконечность то она в окрестности наоборот в окрестности гамда в окрестносте лямда равного единице она на самом деле себя ведет вот так то есть будет себя вести как лямбда минус 1 степени ню ну и вот просто мы можем даже моментально и проверить что если вот теперь если допустим я нашел вот эту y 0 а я вот как раз могу его найти и вот здесь как бы теории специальных функций будет играть роль то тогда вот я утверждаю что вот этот мой параметр x надо будет просто построить по формуле по формуле п бесконечность лямбда на от зита лямбда минус ню сигма 3 y 0 от зита от лямбда вот я утверждаю что если так сказать у меня есть вот это вот y 0 то вот такой функции задастся p1 который всему этому удовлетворяет ну действительно то есть но вот значит у меня лямбда теперь живет в у 1 ночном доживет в один то есть значит вот это где-то от ламбы где-то там то есть на всех этих самых разрезах фуфу фуфу пардон на всех этих самых на контуре к на куске контуре кусок контуры переходят в кусок вот этого контура и конечно скачки все как надо то есть так сказать скачки будут все как надо теперь смотрите я помножил вот на такое произведение дело в том что это произведение голоморф на в один поэтому от от его от его умножения скачки не испортится она конечно голоморфно потому что не потому что не голоморфность по бесконечность в точности лямбда минус 1 степени ню сигма 3 и она делится здесь тоже мое дзит это для тоже тоже содержит ламбда минус 1 то есть у меня вот это все произведение это просто гламорфная функция в единицы ну там я со всякие сидят но мне сейчас отшел неважно ну а теперь что происходит тут тут то есть опять же все вот это произведение имеет нужные скачки и конечно имеют правильное поведение так сказать вот ну вот в логариф в единице потому что вот и игре y такое было а это голоморфно это голоморфно как мы только что выяснили а вот что происходит на границе а на границе у меня так сказать лямбда минус 1 на границе она конечно уже так сказать отделено от нуля и это самое дзита становится большим на границе я ее могу заменить вот этой асимптотикой то есть на границе у меня возникает п бесконечность лямбда но по-прежнему дзита а здесь я могу писать единица плюс о и заметьте единица на дзита на границе это дзита лямбда это единица на с это вещь которая порядка единицы на с конечно душу моя ламбда 30 тыс не цена то есть равномерно по всем лямбда на надо на границе я имею вот такую штуку ну и вот эту самую дзита не сигма 3 ну а теперь это все можно пронести при этом вот опять существенно что моей не чисто мнимая поэтому она не испортит так сказать вот у меня пешно с сидит здесь с степени него но она не из под что ты это и с вещественными не чисто мнимо то есть я могу эти как бы сократить и это останется ну и могу эту самую п бесконечность тоже перенести сюда это так сказать безобидная операция 5 с точки зрения но вот таким образом начать действительно задача будет решена если мы построим вот такую функцию грех 0 но вот я попробую все таки вот по крайней мере как то вот во первых объяснить как это все вот удивительно получается что это решается где у нас вот но пусть вот вот на самые первые лекции я мы как бы так сказать видели что если задачи риммана такая обелева то есть матрицы сопряжение кому тире дружно значит тогда мы ответ можно получить в виде контурных интегралов это вот как бы было такое удивительно ворду что это задача не обелева конечно то есть так сказать матрица утра разной треугольности они при разных глянда не коммутирует а тем не менее ответ получается виде контурных интегралов вот это вот так сказать вот главное такое вот удивительная вещь причем вот я хочу что сказать я хочу сказать что это действительно удивительно потому что если я то есть это вот вот донова даже вот не связано вот может быть даже не связано с без всякой с без всякой связи с уже 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 вот с нашим синусным ядром а так как бы вот общая идея что вот но вот давайте попробуем изучать исцелиторные задачи риммана то есть задачи риммана который вот там типа полином от лямбда но вот по 2 на 2 пускай 2 на 2 пускай так сказать хотя это конечно все же так вот такого типа какой-то полином от лямбда на какие-то постоянные матрицы и вот вот такое вот сопряжение то есть вот 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 как бы это естественно так и с групповой такой точки зрения называть осцелиторными задачами риммана но вот задачи риммана с такого типа вот матрицами скачка ну вот и ну и дальше можно пытаться изучать вот как вот так вот шаг за шагом вот какие будут там тривиальные какие нетривиальные вот мы вот стартуя как бы наша задача это как бы первый такой случай видите вот на это клянды использую конечно у нас дзита ну то есть это вот это вот матрицы которые вот действительно вот сопрягаются с такими со с линейными экспонентами матрицы которые сопрягаются с линейными экспонентами но при этом когда матрица сопрягается линейными экспонентами возникает тоже и и и некий и некий диктат какой должен быть контур но вот контур должен быть так сказать вот связан конечно уходить на бесконечность 6 он на бесконечность не уходит это просто аналитической функции на на контуре но и что тогда там ее факторизовать то есть контур должен уходить на бесконечность но далее он должен уходить на бесконечность но вот так чтобы вот но вот вот и и структура вот этой матрицы должны быть такими чтобы все таки все вот вот на бесконечных кусках стремилась все-таки к единице так сказать вот это вот у нас здесь и происходит между прочим вот у нас вот контур вот именно вот такие вот контуры это как раз его треугольность такая вот она как раз согласована то есть это вот тех и вот вы мы бы пришли вы к этой задаче я хочу сказать без всякого даже если просто бы стартовали бы вот Если бы поставили себе бы целью вот такой анализ. И вот оказывается, как мы сейчас увидим, задачу можно решить. Будет, так сказать, в явном виде. Но под явным видом я понимаю действительно контурный интеграл от элементарных функций. Вот если я поставлю квадрат здесь, то оказывается это тоже можно решить в явном виде. А если я поставлю кубы, то вот уже нельзя. Причем это не доказано, естественно. То есть нету теоремы о том, что вот нельзя такую задачу решить. Забавно, что одновременно с тем, что за расставлением куба у меня, конечно, чего не было раньше, предыдущих, при линейной, лямбда, при квадратичной, мне уже разумно сюда ввести еще параметры. Ну, потому что это как бы общий кубический поленом. Ну, так, с двигами, так сказать, я могу. То есть если общие линейные функции, это лямбда, потому что константы меня не беспокоят. Общая квадратическая функция, это лямбда-квадрат. Опять я убиваю всех коэффициенты с двиганием. А здесь я не могу убить, один останется. Один останется. Контуров при этом гораздо больше. Ну, контура, конечно, нет, но контура должно увеличиваться, ну вот в зависимости от этой степени. Конечно, ну, надо как бы поставить максимально естественные контура. Не ответ на никаких контуров не получается. Ябленно. Нет, нет, на самом деле, ну вот, не-не-не-не-не-не-не, но в общем виде, конечно, можно выбрать специальные, специальные S, так сказать, когда это, когда, то есть, То есть, эта задача уже возникает X, и это возникает уравнение пинливе, так сказать, на самом деле. Вот все, что зависит, это вот как уравнение пинливе появляется, один из способов их, так сказать, вести. Но есть специальные выборы, когда, так сказать, получится точное решение. Но в общем случае нет, опять же, не доказано. Но, тем не менее, одновременно возникает этот экстра-параметр, который, так сказать, видимо, что-то в этом есть. То есть, это вот какая-то такая, это даже не то, что открытый вопрос, это я считаю, что открытая такая, вот, ну, ну, очень, ну, это типа вот, как вот, что вот нельзя, там, квадратичное уравнение решить в радикалах, которые, так сказать, вот, больше, там, четвертой степени. Для пятой должно не было пятого, а у вас обучение. Да, 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 да. При этом есть такая наука красивая, называется дифференциальная теория Глуа, которая, ну, как, который вот разрешает вопрос в алгебрических уравнений, но здесь она бесполезна, вот в этом вопросе. То есть, они, конечно, так сказать, анализируют, скажем, вот интегрируемость, там, каких-нибудь дифференциальных уравнений в том, что называется классические функции, но они не контролируют, можно ли написать контурный интеграл или нельзя, так сказать. Я думаю, что это вопрос уже не алгебраический, а скорее какой-то геометрический, а какие-то кагомологии должны как-то участвовать, потому что, как бы, контурный интеграл – это какая-то такая кагомология. Ну, в общем, это вот такой вопрос. Ну, а теперь, почему же вот эта задача решается? Это, так сказать, вот, 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 можно увидеть таким образом. То есть, вот, во-первых, перейдем от y0, перейдем к функции ψ0, которая есть по определению y0 от λ, вот, помножить на e в степени и z на 2 σ3. То есть, я, как бы, откручиваю вот эту зависимость. И тогда моя ψ, я просто буду здесь уже менять y0, буду менять на ψ. Тогда для ψ, тогда для ψ получится, здесь уже без этих, просто постоянные матрицы по отношению к лямбда. Ну, вот здесь это, конечно, останется. Ну, а здесь добавится, добавится вот этот экспонент. Вот. И вот теперь следующий шаг. Он абсолютно такой вот стандартный. То есть, вся вот эта мета задачи Риммана, или там, вся теория интегрированных систем основана на этом, на этом простом наблюдении. Что вот есть у меня, вот, 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 пускай ψ0 вот решает эту задачу, и я рассмотрю ее логарифмическую производную матричную. Ну, вот. Обзовем это буквой А. Что мы можем сказать про А от лямбда? Ну, а от лямбда функция, от лямбда матрично-значная. И она, у нее нету никаких скачков. Так как все вот эти матрицы не зависят, эти матрицы не зависят от лямбда, то они, конечно, здесь внутри сокращаются. Поэтому А от лямбда не имеет скачка. То есть, это функция, которая, вот, значит, аналитическая на С минус 0. То есть, вот, у нее две, так сказать, только возможные особенности. В нуле и на бесконечности. Ну, значит, что происходит, например, на бесконечности? Давайте главные части на бесконечности. Ну, главная часть на бесконечности, вот отсюда надо дифференцировать. Надо дифференцировать по... Ой, только не лямбда, а от зита. Я очень извиняюсь. Да. Надо дифференцировать под зита. Ну, и что такое получится? Ну, конечно, получится просто константный член первый, так сказать. То есть, это будет, типа, и на сигма-3 пополам. Ну, вот, вот, вот и все. Там, а следующий уже член будет, так сказать, вот, типа, вот, там, единица над зита. Это вот на бесконечности такое поведение. Это на бесконечности такое поведение. Ну, вот, а в нуле что будет? Ну, вот, у нас логарифмическая особенность заказана, вот, так сказать. Ну, вот, если теперь еще поподробнее ее написать, вот, ну, помните, у нас была эта самая такая формула с логарифмом и с этой, то тогда, конечно, вот, просто будет видно, что это, ну, вот, некая а0 над зита. Ну, и опять же, так сказать, вот. То есть, вот, это главная часть на бесконечности, главная часть в нуле. То есть, вот, вся эта моя а, она становится просто, ну, вот, и сигма 3, и сигма 3 на 2, и плюс единица над зита а0. Вот, если немножко повозиться, если, например, ввести здесь вот такой коэффициент, м1 от зита, явно его сюда, так сказать, написать, тогда вот эту а0, ну, просто подставить более старшие члены, более старшие члены в этой самой, более старшие члены в разложении. И тогда получится, что эту а0, вот, значит, вот, просто подставить вот в ту, вот, в ту, вот, 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 более старшие члены размножения, и получится, что я смогу эту а0, по крайней мере, у нее структура вот такая, вот, значит, ну, 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 вот, нету следа, то есть ню, минус ню, минус в, где у это, вот, надо взять антидиагональный элемент, вот, этот самый правый верхний антидиагональный элемент, м1, в это минус 2 и, значит, левый антидиагональный элемент, м1, то есть какие-то параметры, опять же. Ну, ню – это наше ню, но на самом деле еще у них тут возникает такое соотношение, то есть вот можно тоже сделать вывод, глядя вот на эти нильпатентную, на нильпатентную тут добавку, вот как вот логарифм сюда входит, можно сделать вывод, что детерминат этой матрицы равен нулю, так сказать, поэтому вот имеется такое, все имеется два параметра, увы. То есть на самом деле у меня вот здесь два параметра PQ, вот, точнее, гамма S, так сказать, у меня вот ню там еще, я еще ню, 2P, и здесь два параметра, увы. М1 – это вот, вот я просто написал вот разложение, вот просто вот я начну подставлять и приравнивать коэффициенты при одинакове дзита. То есть утверждение такое, если ПСИ решение вот этой задачи, давайте посмотрим на вот этот самый М1 для этой ПСИ. 1,2, ну как бы это написать? М1, 1,2. М1,2,1. Давайте определим вот такие УВ, и тогда мы утверждаем, что наша функция ПСИ 0 удовлетворяет на самом деле, вот, вот, то есть я теперь просто переписываю, я просто теперь вот переписываю это вот таким образом. Просто переписываю это вот таким образом. вот, то есть ПСИ 0,2,3 к дифференциальному уравнению. И так, конечно, будет для любой осцилеторной задачи Риммана. Там все это мои, для Куба, для Квадрата, для Четвертой, для Пятой степени. Но, конечно, будут, так сказать, здесь выстраиваться, выстраиваются более высокие, значит, полиномчики. Ну, а теперь, так сказать, вот просто эту систему можно решить. Можно решить методом Лапласа. То есть, если я просто перепишу, вот если я, значит, ну, она, значит, уравнение по столбикам, уравнение по столбикам, значит, если я, допустим, ну, какой-то вот единица джи, все равно для какого столбика, обзову его ПСИ 1, ПСИ 2, если напишу вот так, то тогда, значит, ПСИ 2, конечно, выразится, ПСИ 2 выразится через ПСИ 1, ну, будет вот какая-то такая формула. Вот будет такая формула. Я могу эту операцию, как бы такой жирной точкой сверху, вот это такое дифференцирование. А ПСИ 1 будет удовлетворять Ну, вот я не знаю, на самом деле не во всех университетах сейчас это проходит, но в мои, как бы, годы мы это проходили, Владимир Савельевич, что если, как бы, у вас есть уравнение 2, ну, неважно, какого порядка, но с линейными коэффициентами, то тогда она, конечно, решается методом Лапласа, так сказать, это просто подстановка интеграл от Е степени З, значит, если я теперь эту самую ПСИ 1 подставлю в виде интеграла по какому-то контуру Е степени Дзит от этого W-U-A-T, то вот для этой самой ОМИ-ГИТ-Т я получу уравнение 1 порядка. Вот я его решу. Предсказать контура контура контура? Ну, нет, ну, здесь не так уж трудно. Да-да-да-да-да-да. Ну, конечно, конечно. Ну, разумеется, разумеется, здесь мы вступаем уже действительно. То есть все можно делать, разумеется, вот именно вот сейчас. Все можно делать, разумеется, вот. Все, конечно же, можно делать, разумеется, вот. Именно, именно вот так, как я сказал, но можно все-таки, человечество уже сталкивалось с такими, извиняюсь, давно, там, больше чем 100 лет, наверное. И, конечно, ну, существует, разумеется, просто я могу вот как бы стандартными заменами ну, свести просто к вырожденной гипергеометрической функции. Это, конечно же, мы здесь говорим, вот такую можно, или W и ZITO. Хотя это уже, так сказать, теоретически несущественно. Ну, просто вот, так сказать, вот действительно, чтобы интеграл можно писать и в первом. Ну, и получится, конечно, вот, значит, вырученная. То есть, вот в этом случае W оказывается, вот, значит, у меня, значит, у меня вот, вот, вот от буквы Z, от буквы Z, значит, в этом случае это получается Z, W2'1-Z, W'- плюс ню, W равняется нулю. то есть, это, это минус ню один Z, где вот это psi А С Z, значит, здесь стоит С, здесь стоит минус А. Это выраженная гипергеометрическая функция. Ну, а в этом случае будет стоять, ну, будут стоять других там коэффициентов. Ну, и теперь, так сказать, конечно, мы, значит, вот пишем интегральное представление для этой самой, ну, вот мы знаем его. Это интегральное представление позволяет делать две вещи. Оно позволяет нам писать, конечно, асимптотику для этой самой функции psi. То есть, теперь я хочу использовать вот решение вот этого дифференциального уравнения, но именно вот это, чтобы, так сказать, сварить, так сказать, жарить вот решение этой задачи. Ну, и вот я, конечно, использую очень нетривиальным образом. Я использую, разумеется, вот явление стокса. То есть, я использую этот факт, что, так сказать, что вот у меня вот он написал интеграл контурный, и там я начал контур, сначала оно задает просто представление в виде от минус пи пополам до пи пополам, а потом этим контурным, этим интегралом вращаю контур, я, так сказать, продолжаю эту самую гипергеметрическую функцию на всю универсальную накрывающую, так сказать, вот этого самого. И, ну, и вот там у меня возникнет, что как бы в секторе от минус трех пи пополам до трех пи пополам у меня некая стандартная асимптотика, которую легко превратить вот в эту, вот в эту асимптотику для уже, как бы, для пси-1 и пси-2, а вот уже, так сказать, в других надо, так сказать, вот этот самый там гвоздь воткнут, минус один, то есть, значит, он начнет накручиваться и порождать, так сказать, вот комбинации, порождать, значит, вот такие уже нетривиальные асимптотики. И в результате, ну, и второе решение, как угодно. То есть, здесь важно, что возникнет, что сама функция, конечно, живет на универсальной накрывающей, и, так сказать, значит, вот получится, ну, вот есть некая, значит, стандартная для него асимптотика, а есть, а есть, значит, вот связи, вот это вот очень важные связи, то есть, вот, значит, я вот просто сейчас уже кончаю, я сейчас напишу две формулы, классические формулы, которые, вот, собственно говоря, и позволяют сконструировать решение вот этой задачи. Первая классическая формула для, значит, для Пси, для, для, ну, вот для Пси, ну, у меня частный случай единицы, он, значит, такой, что это Z степени минуса, единицами, ну, и дальше идет ряд. Это, значит, вот асимптотический ряд, Z стремится к бесконечности, аргумент Z от минус 3 пополам до плюс 3 пополам. То есть, это, вот, как бы, значит, функция живет на универсальной накрывающей C минус 0. Значит, вот имеется, вот на этом листе, у нее такая вот асимптотика, на этом секторе, а дальше имеется вот это самое такое важное соотношение, что, как бы, Пси, который, который нетрудно вывести именно благодаря наличию, благодаря наличию интегрального представления. единицы минуса 1 Z в степени минус и Пи, и минус, сейчас я наверх, единица минус А. вот эти вот две классические формулы. Вот это, вот, как бы, связь между Пси на разных листах, и благодаря ему, значит, вот, благодаря этим двум формулам, я могу вот просто задать Пси 0, как некая, значит, вот, матрицу, составленную из... из... как матрицу, составленную из... из... что все-таки значит вот вот глядя на это я могу написать такой вот ответ ну или здесь вот что это самое пси это вот будет я в степени и пеню пополам дальше идет гипергеометрическая функция но это от замены переменной происходит а здесь вот вопрос 2 здесь напишу минус у и при пополам на ню пси единица плюс ню один я в степени это пополам на дзита но и в степени минусы дзита пополам но здесь как бы вот такая жирная точка от верхней строчки вот та вот эта точка но такая вот функция и она должна быть умножена на и вот это вот явление стокса то есть она ни на что не должна быть умножена вот в этой части это просто единица вот эта функция будет иметь заказано асимпотика вот в этой части вот здесь она должна быть умножена на другую треугольную матрицу где эти самые с 1 с 2 где вот эти самые с 1 и с 2 они функции параметров моего уравнения это у минус и пеню гамма квадрат единица плюс ню 2 пи и а с 2 не в степени минус и пеню ну вот и все то есть утверждается что вот так сказать если я да 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 то есть вот это вот в этом есть так сказать мои значит теперь мне только осталось выбрать параметр у так чтобы получить мои паику вот это можно но это вот какая вот надо решить просто некое просто алгебрическое соотношение здесь просто оказывается что у надо выбрать равным равным вот если я выберу у равным я в степени 2 с гамма единица плюс ню на гамма единица минус ню то тогда все это в точности будет вот это то есть вот иначе здесь несколько я хотел бы так сказать подчеркнуть подчеркнуть интересных вещей что во первых но опять же так сказать вот предъявлено явное явное решение этой задачи так виде контурных интегралов эти psy это контурные интегралы второе так сказать построение этого явного решения центральную роль играет классическое явление стокса так сказать то есть вот эти мои джамп матрицы вот этим и матрицы скачков это просто в другой терминологии в сузу в точке значит вот вот в терминологии вот этого самого дифференциального уравнения которое здесь есть это так сказать матрица стокса этому дифференциального уравнения и третье замечание что вот опять же вот 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 что вот это уже если мы думаем об этом самом дифференциальном уравнении которые уже исчезло вот то там значит имеется как бы параметры изначально вот в самой системе у и в а так сказать матрицы стокс это s1 s2 вот эти формулы они задают явное решение прямой и обратной задачи теории монодромии вот как бы аналог теории рассеяния то есть у меня коэффициенты системы явно связываются с данными монодромии с данными стокс и это опять же так сказать такая вот значит манифестация того что мы имеем дело со специальной функции вот это так сказать можно просто говорить что специальные функции уравнения которые описывают специальные функции это не просто уравнение для которым имя там при привязана вот так сказать вот там гаусс эре без сель вот что конечно же вот но это уравнение выделяется из всех других тем что для них можно явно решить вот таким образом вот вот прямые обратные задачи тюремонодромии а после уже нельзя вроде по похоже но это на не но надо это проведет это явление стокса по-настоящему здесь здесь я просто уже на антистоксовых линиях ставлю скачки это конечно продолжается вся синтетика продолжается вплоть до вот вот разреза ну конечно да 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 нет нет но она была значит асимптотика такая в найти потому что они как раз стоян где надо вот-вот но вот асимптотика продолжится вот если я продолжу функцию то она продолжится да конечно да да всего большого сектора в котором так сказать имеется одна стоксовые линии это вот реальная реальная ось положительно реальная ось то есть бы самый большой сектор где вот выдерживается вот эта асимптотика для этого уравнения это конечно просто от минус пи до пи так они чувствуются нет да так и ничего нет но я просто здесь у меня возникла как задача риммана то есть мне нужно решить задачи риммана я ее решаю вот такой формулой но это так как опять же нету никакого и именно и должно было быть согласование если путь вначале что когда я поставил задачу риммана и имею вот такой асимптотику всюду всюду как раз вот от минус пи до пи вот это она есть то есть менять вот эти матрицы должны быть как бы правильным образом иметь правильную треугольную структуру это вот она есть то есть то есть вот у меня вот эта формула и говорит что это продолжается но тем не менее но тем не менее вот так сказать она вот они мне нужны чтобы сформулировать задачу чье решение решает обратную задачу вот восстановление уравнения скажем по матрицам стокса вот это вот задача которая решает конечно то есть любой вот это вот это да это вот любая спецфункция так сказать вот она но это еще ну да но это вы для эту диалоги мы давным-давно уже тоже развивали еще учиться саша китаев у него есть большие так сказать много статей на тема ну конечно нельзя ответа на вы но вы не сможете написать явную формулу здесь я в состоянии написать явную формулу по коэффициентам уравнения которые мы которые не 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 банально и она участники же гамма-функция но я согласен иметь формулы с участием гамма-функции это опять кстати гамма-функции это опять контурный интеграл на это и про нее вот так нет ну вот ну вот для других это да явная фото безусловно вот это вот это есть как бы как бы как бы вот вот это и есть так сказать показательная черта специальной функции то есть то есть но по крайней мере вот группы специальных функций которые задаются дифференциальным уравнением 2 порядка то есть для них для всех вот я могу решить явно вот такую задачу мандрами ну вот но есть другие да да конечно ли гамма функции нет и 90 дней нет на я бы шут зато функции риммана они 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 конечно это вот это другого типа функции это как бы но потом эллиптические функции они тоже не линейным удовлетворяют но они как бы ну как бы у меня все здание строится я начинаю жить на какой-то риммановой поверхности конечного рода новое и начинаю рассматривать там вот всякие дифференциальные уравнения на нему контурный интеграл почему я говорю про двух фигомологии так сказать которые может быть отвечает на вопрос о том можно ли или нельзя и тогда у меня как бы вот эллиптические функции это фундамент то есть вот значит вот я допустим вот если я как бы живу на 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 римманной по версии рода 0 тогда мои фундаментальные функции это но вот это алгебраические функции обычные там-то там степенные экспоненциальные обратные вот когда я там на торе у меня тогда вот эллиптические функции а спецфункции такие как которые вот гипергеометрического типа ты это я пишу дифференциальные уравнения вот на этих самых на этих вот ну вот так вот может так может вывелись но вот опять же я так сказать очень благодарен спасибо всем кто так сказать вот значит вы выдержал все эти три лекции значит я действительно извиняюсь что вот но вот как бы так все таки не рассчитала и не успел но вот действительно вот вообще-то это тоже неплохо так с этим поп-то кстати там методически так сказать показательно как это все таки получается ну вот а ну вот и но я здесь на обещаю что я вот ее подготовлен некий файл вот где вы действительно вот будут может быть вот всякие действительно вот другие типы вот действительно вот ситуации где задачи римана участвует и вот действительно вот какие-то вот возможные вот открытые вопросы я можем и даже подготовлю в конце концов пора подготовить может быть и и и и текст просто все лекции то есть можете не будет как бы я подготовлю какой-то файл про все лекции с продолжением. Ну и опять же, если кто интересуется вообще, в самом деле, пожалуйста, вот контактируйте. Ну хорошо, спасибо еще раз.